В Саратовской области представители пяти управляющих организаций не смогли сдать экзамен на профпригодность. Напомню, с конца декабря в регионе проводят экзамены, без сдачи которых управляющие компании не смогут получить лицензию. Сколько баллов нужно набрать для успешного результата, выяснял Елена Губенкова. Будто вновь вернулись студенческие годы. Руководители управляющих компаний Саратовской области сдают первый за много лет экзамен на профпригодность. Ответить нужно на сто вопросов. Ольга своеобразный рекордсмен. За весь экзамен ни одной ошибки. Говорит, чтобы добиться стопроцентных показателей, пришлось учить все праздники. Но сложностей не возникло. Часть вопросов следовало обдумать, конечно. А так, в принципе, не особо сложно. И я фактически за 20 минут, из отведенных двух часов, за 20 минут ответила на 100 вопросов правильно. То есть я считаю, что средний где-то уровень сложности. Нужно было практически наизусть знать некоторые пункты из постановления о правилах оказания коммунальных услуг, и жилищного кодекса. Но не все экзаменуемые смогли дотянуть хотя бы до проходного балла. Из более чем 40 человек сегодня провалили экзамен уже 5. Правда, для них не все потеряно. Пересдавать будут снова и снова до тех пор, пока не наберут нужные баллы. Чтобы пройти экзамен, а значит получить лицензию, представителям управляющих компаний нужно ответить правильно на 86 вопросов из 100. Эта цифра достаточно оптимальная. Ну, во-первых, не все сдают успешный экзамен. И достаточно высокие результаты показывают, как правило, руководители крупных управляющих компаний, которые уже длительное время работают на этом рынке. Работы еще много. Сдать экзамен в общей сложности должны представители 250 управляющих организаций региона. Сегодня заявки есть только от 90 из них. Но время еще терпит. Организаторы надеются, что последний экзамен проведут не позднее 6 марта. После этого предстоит процедура лицензирования для всех управляющих компаний. Ее должны завершить к началу мая. Елена Губенкова, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.